Друзья, всем привет! Третий микрорайон, город Прокопьевск. Время полпятого дня и 13 мая. Так, все распускается. За последние два дня вчера еще холодно, было и дождь. Сегодня чуть потеплело. Трава уже хорошо распустилась. Березы вместе. У меня тоже под окном Береза растет и сережки выпустила. Скоро пыльца полетит. А дуванчиков много. Это буквально два-три дня. Моментально природа просыпается. Птицы поют. Судя выходной день. Воскресенье. Катеньше. Я говорю, тоже открыт. Обычных планов никаких нет, куда ехать. Просто по городу. Красиво, да? Куперико! 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 Сверху пару электровелосипедов видел. Не знаю. Интересно или не интересно кататься. Если бы, как знаете, не педальной тягой, то и мотоцикл есть прокатиться. Допустим, сам прикол, чтобы педали покрутить. Скоростей у меня 21. Одна. Я не всеми, конечно, пользуюсь, потому что нет такой нагрузки и скорости не надо. Почусь. Сейчас у меня есть полный метраж засек. Примерно надо 15, ну около 20, короче. Чуть больше 20 проезжали. Примерно полтора часа. Примерно полтора часа. Примерно полтора часа. Смотрю. Куперико! Не знаю, только видео было, как мы Новый год, 4 января поехали компанией по Алексею отдыхали, когда мы все здесь проедем. Колодец долго открытый был, но закрыли уже, сделали. Давайте по третьему прокатимся, снова все меняется, скажем, третьим. Солнце светит, да, ветер похладный, катится не тепло. Солнце светит, да, ветер похладный. Солнце светит. Солнце светит. Солнце светит, да, ветер похладные, соль, шпинать, когда я не смогу, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok 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 И то уже сзади двор на одежды вышел. Заобручевал. Да, кстати, у меня чехол на камере силиконовый был, черного цвета, оригинальный. Цена, наверное, сейчас больше 7000 его и то, при том, что его даже не найти купить. Я вот случайно где-то на зоне выскочил, один был в наличии. Ценники вообще говорят, и не купить. Порвался. Не знаю, как тут ни разу, ни сколько, на семерке, на девятке были чехлы. Может, как-то надрезался или его ранил. Нарвался. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В этом году заслонтировали, все, ремонт подошло... Странно, единственный спуск в подъезде, да, вот такой... Скатиться можно... А вот еще один... Чувак, бесстрашный... Ну да, в детстве так же качались... Ничего не боясь... Единственное условие было, если падаешь, надо было лежать и полоском из-под качели вылазить... Так, двор под реконструкцию... Работа идет... Расширяется... Сейчас мы с обратной стороны его объедем... Так, кстати, сегодня выходной день... Ребята работают... Сезон короткий... Приходится успевать... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте посмотрим... Перед тем, как сделать... Как этот двор в ремонте выглядит... Ну, потом... Летом прокатимся, когда уже отремонтируют... Ну, шире двор, конечно... Лучше... Так... Там, наверное, около Гайдара надо еще проехать сегодня... Вот... Ух... Вот... Распект Менина... Подсекаем... И по вора проедем... Посмотрим... Что там... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Страхно, да? Субтитры делал DimaTorzok Остановка РТТС, начало улицы Институтской, по левому На краю у нас руку ТС, а по праву? Нет, что ли я, по праву, по левому праву будет магазин, а киад будет шить Мальчик! 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Дорогая реконструкция в дворах Дорогая реконструкция в дворах вот и берется, потому что прямо дом там уже сделано заметно по бордюрам по асфальту сделаны полицейские такие, чтобы не разгонялся в товару и их ребята не гоняли, сейчас обратно с стороны подлеем, тоже глянем, как это было на начало реконструкции два года назад еще катался, этот дом тоже был разбитый весь, машины поставить негде сейчас смотрите, машины здесь поставили, такая площадка для людей, выход крышу не монтировали, ну капитально вот сюда не делают а 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 разрушена, тут уже фокирование Ребята наберятся во всем Канцелярию торгуют Родители придут, бабушки, мамы Ой, знаете, какая у нас девочка из-за мальчика Дома сидит, чьет и вяжет, рисует На улицу редко ходит Я говорю, только надо маму, папу и бабушку на улицу привезти на аллейку или на каток снижим и послушать Вот Я как бы сам матерюсь но стараюсь в видео этого не делать никогда, хотя сейчас уже по телевизору частенько прорывается Неприятно Ах 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 М Продолжение следует... 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 Это жесть укрытый был грилой. Субтитры сделал DimaTorzok Псих-больница. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот Советую гайку Здесь вот Субтитры По правому праве это бывшее 81-е училище на трактористах где учили Посмотрим какого вида оно Вся площадка заросла Это и на руку Чтобы не видно там было С корпусами что происходит дальше В глубине Выглядит это вот так Старинное здание Еще из чего строились Камья дикого То есть у нас карьеров несколько штук Это в парке Это в Зимковском Тырбинском парке Потом карьер Депо Там дорога напрямую На улицу Серова выходила У нас как раз там четко жила Потом огороды Ну нарезали огороды Эти дороги И дома не построили Вот Работы где построили Пленные немцы Японцы Пленные Выше проедем И там по дворам Не по центральному А именно по дворам И полугам у Немец У меня В Огород В У У У У У У У У Продолжение следует... 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 Ну ладно, дома его нету, чай не попьем, поедем дальше кататься. КОНЕЦ Так, сколько у меня батареек, чуть ли не посмотрел. 42% они, в принципе, 55%. Вот эти батарейки хорошие, дорогие, но работают. По времени посмотрим, сколько будут. То, что зимой работают так, как летом, ну, может, чуть похуже, да. Да, да. Дальше 11, 12, понимая. Как сейчас, знаете, как я сказал, как я вчера в магазине спрашиваю, вам, говорит, сколько? Она говорит, всем. А все, она говорит, всем. Ну, всем, короче, всем. Цветы продают. Веста проехала, цвет красивый. Такой коричневый. Интересно. Сейчас только белый и черный продают. Все. Нет больше выбора. Зато китайцы считают разноцветные такие, что постесняйся на такой ездить. Ну, более как к женским цветам, что ли, относится. Здесь машина, к которому цвет идет, как-либо, как-то не идет. Какая-то у меня машина была девятка, да? Синяя была и зеленая. Вот если бы она была голубого цвета, ну, я не думаю, что было бы красиво. Ну, допустим, красная, хорошо. По-моему, красный цвет вообще всем машинам идет. Вот синий. Как оказалось, коричневые цвета красивые. Черные, белые, конечно. Да, но... Все равно хочется, чтобы разноцветные было. Серые цвета неплохие, оттенки серых. Так, мы смотрим по этой. Вот, ничего интересного. А сами их заходят. А, меня попросили там поехать и в 8-й дом. С двором там гаражей. Так, по-моему, здесь жил в этом доме Кривенко Андрей. Его гараж здесь был. Постоянно мопеды ремонтировал, что-то мотоциклы. Здесь, короче, хорошо проезжали дороги. Вот сейчас помойка. Лучше, конечно, на велике не соваться в такие дворы. Мрачный, темный двор. Полный этот развал. Здесь все мрачный, как-то в новом стороне. С тысячи сторон. Хорошо, ночью не пойдешь, опасно. Так, а здесь вот у нас сейчас находится ремонт, совет измерений. Типа весы какие-нибудь, да? Не знаю, там счетчик. По-моему, да, здесь вот электронный счетчик. Я его даже ремонтировать не стал. Новый пошел, купил. Все. Это так. Так, ну и второй дом. И другие. Высшая комендатура химиков. Такая политика была, начало с 50-х годов. Ну, то есть, кто часть срока отсидел уже, его сюда переводили. Ну, и на работу они ходили. Химики. Дома строили, предприятия строили. Рабочие руки нужны были. Именно на мирном производстве. Она мне правильно сказала, не на мирном, а на гражданском. Вот так. Ребята, еще до Гаир, так в старом проедем. В принципе, это улица Петренко и будет. Вот так вот. Шестой дом. До недавнего времени здесь магазин был, комодорские запчасти продавали. Сейчас комнаты сделали. С интерната, по-моему, раздавали, ребята, комнаты. Тоже, да, в таком веке здесь асфальт появился. Вообще, я говорю, постоянно помойка была. Сейчас там проезжал по-крубски. Ой, что дальше? Да, что? Такая... Мне кажется, что-то своим-то можно. Ладно, пока, наблюдите, что здесь. Раз-кручу другой. Так, а что у нас тут? Тоже, да, повальная помойка. Что-то тут только нету. Залавки земляные. Он всегда боится, что где-то по такой... Если ты ездишь, колесо проколоть. Потом пешком его домой дощили. На месте сейчас бы пришлось переобувать резину. Так, вот в этот уже заедем. Третий Петренко. У нас ВГСЧа в основном квартиру давали здесь. Вот это желтое, в передней здании, это ЕСВГСЧа. Сейчас ролик как-то под закрытие, потому что шахты все вверх не закрыли. И далеко до... Эти шахты там сейчас находятся. Ехать отсюда. По времени не хватает. Котельная закрыта здесь во дворе за ненадобностью. Ну и конструкцию хорошую, конечно, сделала. Сейчас много позакрывали. Во-первых, меньше леча до от них. Не надо сказать, грязь здесь, я говорю. Все время говорят, это шахты, это грязь. Нет, не шахты, это котельная, потому что очистных нету. Так, если впереди желтое здание, это бывшая ГАИ. Так, прямо это ДСАФ. А вот здесь судебные приставы находятся сейчас. Бывшее строеуправление. А если ниже, туда, это обувная фабрика была. Обувная фабрика сейчас... Что там у нас? Похоронный дом. Ну да, самое выгодное. Видите ли? Нет. Э, дружище! Не смотришь, да? Да. А фирма РОСКО по запчасти продает еще. Да, вот. Так, кстати, с каждым годом все больше и больше мотоциклистов становится. На дорогах надо аккуратнее. Если вам еще есть страховку привезли. Ну и к тому, что у нас все законно. Ставимся по правилам. Так, это Петренко 20. Сейчас мы по дворам поставим сюда бараков проехать. Петренко 22. Вell Jack. Да которая идет! Я понял что ты делаешь. Сюда. В общем, если судя по машинам, какие машины, если бы они хотели, они бы давно от сюда уже съехали. То есть это людям самим нравится жить, много там домика. Впереди улица Егорска. Там магазин Каспель сейчас, это бывший овощной магазин. А здесь это старая Сибирь ресторан. Тоже ритуальный магазин. Я говорю, сейчас пивнушки, ритуалка это самая тема торговать. Кошмар вообще. Бизнес. Так, впереди больница. Скоревозник. Таковое скривление позвоночника. Дети учились лежа в классах. В классах кровати стояли. Смотрите, какая большая больница. Сейчас окна выше второго этажа. Да, второй и третий этаж. Еще как, наверное, я в детстве был. Поставим, там, 10 лет назад. Вот до сих пор стоят. Там внизу и ФЦ. Только вывески нет, куда-то сдуло ее ураганом. Так, куда поедем? Поедем сюда Снежинку, наверное. Здесь движение открыли одностороннее на Снежинку и на Гагарину. На Наградскую выехать нужно. Здравствуйте. 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 Что за парень тут из-за его? Потому что он меня как-то знает. А бывает чей-то ребенок. Уже просто настолько надрос, что не узнаешь его. Со дня-то ты иногда не узнаешь. Несколько лет не видят. Ой, вообще, я живу. Так, я говорю, здесь как ездить всегда на Снежинку видишь. Ну центр такой, словно. Не будет, наверное. Утро. 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 Продолжение следует... 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 Ага, стал чуть-чуть. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот это 47-й дом Ленина заканчивается Субтитры сделал DimaTorzok 45-й дом Ленина пошел Дима Торзок 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 Собаки, кстати, все стерилизованы, в ушах чипы стоят. Да, он что-то играть не хочет, правильно, а или вообще. Картитура. Картикура залистает, сейчас бацют нам что-нибудь И тут такие территории, всё Очень интересно здесь смотреть кто как одет Вежуха какая у нас именно в этот день погода А кстати может кто-то из себя узнает, очень внимательно смотреть каждую серию Кто в это время гулял, ну примерно помнит что по погоде Катится, не видит, никого не видит Чем опасно кататься где ребятишки, они взгляд в одну сторону стремились, а сам прямо как ехал так и ездить А то уже старше становится и так не можешь Только он взгляд в сторону отвел и прямо и уже начинает как бы теряться Какая ряда? Катится 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, полтора часа первые, наверное, прошли, батарея закончилась. Катимся дальше. Она у меня не сильно заряжена была на 80%. Сейчас до Снежинки и по Желтовского скатимся до Обручевая. По аллейке не покачусь, народу много. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 у вас это открытка я тебя люблю, молодцы с листов такой открыткой даже слили вот такой надо поддерживать классно вот так береги Я задерживаю крышу. Я задерживаю крышу. Крючка! 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 Замок. Отвечу. Алло! Крючка! Крючка! Да, да. Крючка! Крючка! Да, да, подъеду. Хорошо. Помню. Крючка! Все хорошо. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Это-то у меня... Вот Новорико сделал одну ногу. Вены как бы там... Лазерная коррекция называется. Вены вкачивали как это лекарство. Ее склеивали. Но сейчас я продолжу рассосаться. Вот это мне позвонили. Предупредили, что завтра ждут меня на контрольный осмотр. Это уже после пяти процедур. Вот. Все это мероприятие стоило 35 500. Это вместе с чулками. Два чулка мамы. Ну, сегодня я уже на третий день чулки не надеваю. Компрессионные. Ну, вообще надо было в них ходить. Завтра пойду. Прием стоит 1000 рублей. Завтра мой кулецкий буду. Мне надо завтра заехать еще в магазин. Я в спортмастере купил кроссовки. Ну, как Адидас вроде написано. Знаете, идешь, они внутри скрипят. Такое впечатление, что там вот эта пенопласт, эта резина как будто отклеилась. Но это не стенки скрипит. Это резина сама. Да. Хотя в нашем городе нужно так же сдать чек. Он не видит. Так мы посмотрим. Он уже как-то туда. Да. Ну, Фуру знакомый. Появился. Сейчас я не пойду поболтался. Снимаем его, наверное. Ты чего плачешь, малыш? Мои любви хорошие, золотые дни. И ночи у моей любви. Все впереди. Мои любви совет. Я снимаю здесь камерой. У тебя нет подножки. Мои любви, что я знаю. Пригнали в венчестве. Редактор субтитров яубин. Мои любви, что я знаю. Как вы уже смотрите. Буду, какие вы хочу. У тебя есть ты. Ага. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Вене? Ага Думайте, готово lover Нормали Нормализирую Голос Роджа Пр持 Auckland Продолжение следует Вчера два дня назад катался на Великий Расскал про детский садик, где Маша и Медведь стояли, это вот этот детский сад, тоже убрали авторские права. Курится обруч его, 18 в сторону одежды, ну или фонтана. Можно сегодня, кстати, около фонтаны покатить, чтобы смотреть, когда там обстановка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну ладно, хоть и купаются в холодильнике, а ребятишки в такой холодильнике не останавливаются. Молодцы, я думаю, пацаны лучше залезут, нет первые девчонки. Это тоскудно, я все время ее считал. Пофиги еще, да, купаются. Что домой придет, скажет? Да, на улице, скажу, не тепло, ведь это холодно. А то мы, наверное, сейчас ниже прокатимся. Сейчас отправим проедение по обручу до конца. Для двух Диан, ну где был магазин для Дианы. Сейчас Мария Ра. Все, ребята, берем гараж. Так, а здесь у нас, что за посадка? Что-то у нас тут произошло. Надо идти послушаться. Кто-то приехал с концерта. Что-то приехал с концерта. Привезли ребятишек. Церковое поле. Миennes нету, не отдыхают. Виктор. Виктор. Где красный бланк, шашлыков открылся, Валдерис, фотостудия, пена, вот такой банк, строили большой, углеметбанк по-моему так назывался, зачем он нужен, для его понимания. А что, дурные деньги, тем больше здания, тем больше денег привлечет. Вот так она и выходила. Так, здесь был банк Форвард, знакомый у нас, Сергей Юрьев работал. Здесь когда-то, там, по-моему, 96-й, там что-то такое, 97-й ли год был. Деньги там лежали, уже банк закрываться должен был. У него там бешеные проценты, правда, были, в месяц чуть ли не 20 процентов. Там какие-то копейки у нас были сводили. Мы говорим, Серега, будет закрываться банк, расскажи, чтобы хоть деньги выдержать вовремя. Он как-то звонит, говорит, подъезжайте только с задней стороны, вот с задней стороны нам деньги отдали, вышел, бумажку уже списались и все. И вот я с того времени понял, что банк это такая дыра, любой, вот какой бы, там деньги нельзя хранить ни в одном банке. Вот. Если уже может охранник обычный выйти с задней этой части банки, тебе отдать твой вклад, все же он другому никому не отдаст, или вообще может не отдадут. Нельзя, вот самая лучшая банка это трехлитровая банка. Сейчас я уже посиделил в городе. Он говорит, не знаю, машину продам, гараж продам, куда, чего там, вклады какие-то. Я говорю, я не знаю, не советчик, но я говорю, в Сбербанк точно нельзя нести. Я говорю, черти такие, я говорю, там они пишут, конечно, стоят, там больше ста лет у них. А сколько раз они кинулись за эти ста лет, они что-то молчат скромненько. Я говорю, у меня самого вклад, родители деньги валят, до сих пор лежат. Никто мне их никогда не отдаст. Так что, пока мне они не отдали, я им не верю. Так, это, по-моему, 56 домов, что здесь, детский сад, звездочка. Вот эта книжка, по-моему, это Есенина, 12, наверное, вот здесь. Давайте, когда проедем, даже можно наверху. Вот эта книжка. Корректор А.Кулакова Сейчас кепка бы не улетела, ветер встречный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь в полях поймали. Субтитры создавал DimaTorzok Все, хватит.